Приветствую вас, вы спрашиваете, пишете, чтобы мы помогли вам, но при этом статус заключается в том, что вы не задаете мне намного вопроса, то есть непонятно чего вы сами хотите. Знаете, как правильно сказала вам моя коллега, только слотность вашей ситуации заключается в том, что вашего мужа вам не переделать. У него сейчас на данный момент нет никакого стимула к тому, чтобы вести себя как-то иначе, как-то по-другому. И он ведет себя самым таким хорошим, самым таким допустимым для себя образом, самым таким легким моделью поведения пользуется в отношении вас, потому что это то, что ему нравится, то, что его устраивает. Вот вы говорите, значит, он считает, что я ему всем обязанен. Уникать вопрос, чем вы ему обязаны, почему он считает, что вы ему всем обязаны, чем продиктовано такое его отношение к вам? То есть, ну, когда оно, это отношение, начало проявляться? Когда оно начало себя, давайте о себе знать. До брака. До брака. Вот вы говорите, что живем вместе два года в законном браке год. То есть, до брака ли или в браке это было? Вы пишите, что вашему сыну сейчас 10 месяцев, значит, как я понял, родился ваш сын уже в браке, но беременны вы были до брака. И сразу напрашивается такой момент. Не являлась ли ваша беременность поводом для того, чтобы мужчина взял вас в жены, то есть женился на вас? Если его решение такое, оно было принято поэтому, по той причине, что вы забеременели, то он действительно считает, что вы ему обязаны всем, потому что, ну, потому что он взял вас в жены. Вот многие мужчины, ну, некоторые мужчины, они считают, что если взяли женщину в жены, когда она беременна, то значит сделать для нее силы, и она должна мужчине всем действительно. Но вы все понимаете, что это не так? И возникает вопрос, почему вы это терпите? Ради чего вы это терпите? Вы сказали, что вам помогают родственники, но не сказали чьи, ваши или его. Если его это одно, если ваше это другое. Вы сказали, есть ли у вас родственники, и с каких вы с ними отношения. Потому что если отношения с вашими родственниками у вас хорошие, то можно дать мужчине понять, что если вам что-то не будет нравиться, если вас что-то не будет устраивать, то вы уйдете к ним. Понимаете, ваш мужчина, он совершенно не приемлет чьё-то мнение, кроме своего. Это очень плохо, в первую очередь для вас, во вторую очередь для ребенка. И на ребенка также достаточно негативно влияет то, что вы ссоритесь. И если вы для своего малыша хотите счастливого детства, то вам нужно любыми способами для начала исключить вот этот вот аспект. Постоянного отражающего фактора в лице вашего мужа. И для этого вашему мужу нужно показать, что простите, но вы не собираетесь терпеть такое его поведение. И если он не меняет своего отношения к вам, то вы начинаете от него отдаляться, 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 отдаляться. И вплоть до начала отдельного проживания вместе с ребенком. Далее, как вам сказал Лидия, вам нужно подавать в суд на алименты и прочее. Ну потому что он абсолютно по вашему письму вас не уважает. Он абсолютно не заботится о вас. Он не беспокоится о том, чтобы вы там как-то принадлежали себе и так далее. И вряд ли вы будете более счастливы от этого момента. Вряд ли вы будете более радостны. А ребенку нужна счастливая мама рядом. И без этого ребенку будет очень-очень тяжело, если вы не будете счастливы. Поэтому вам нужно просто подумать, что мужчина получает, используя какую модель поведения своего. Какие цели он достигает путем исследования этой модели поведения. И, собственно, лишить его этого. Если лишить его, мужчине нужно будет менять свою модель поведения. Если он любит вас, если у него есть к вам чувства, он свою модель поведения изменит. Как только увидит и поймет, что вы стали к нему по-другому относиться, стали больше думать о себе, стали от него отдаляться и так далее. Если у мужчины нет к вам чувств, он, соответственно, сделает так, что вы у него будете виноваты во всем. Но это у нас считает, что мужчина думает только о себе. И ваши интересы для него не важны. В данной ситуации, в данном случае, вам нет смысла находиться рядом с ним вообще. Просто потому, что ничего хорошего из этого не получит. Совершенно. Это будет только еще больше усугубляться, усугубляться и усугубляться, потому, что мужчина ведет себя эгоистично. А эгоистичные люди, они не могут остановиться, если их не одет, если им не показать, что их поведение неприемлемо для вас. И здесь, соответственно, возникает вопрос. Чего вы хотите? Это самый главный вопрос. Хотите сохранить семью? Хорошо. Нужно понимать, чего желает ваш муж, чего желаете вы. И искать компромиссы. Если мужчина компромиссы не ищет, то, соответственно, вам необходимо использовать ту модель поведения, о которой я говорил. Если вы хотите что-то другое, то, соответственно, нужно обозначить свой запрос. Но лучше будет, если вы станете готовить себя к тому, что, возможно, ваши отношения распадутся. Потому что, ну вот, хронология событий, которые вы описали, наводит на мысль о том, что, может быть, мужчина женется на вас не по любви. Кстати, отдельного внимания заслуживает пункт, касающийся отношения вашего мужа к ребенку. То есть, как он ребенка воспринимает, как он общается с ним, любит ли он его и так далее. Если что-то плохое там есть, то это категорически нужно пресекать там, потому что вред ребенку наносится колоссами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!